Корейские врачи-стоматологи учат детей чистить зубы и соблюдать гигиену. Развлекательно-познавательную акцию провела сегодня южнокорейская делегация врачей в детском доме Шапогат. Подробнее в сюжете. Врачи из Южной Кореи не только лечат карагандинцев в рамках благотворительной акции, но и устраивают детворе праздник. Одно из таких мини-развлечений для детворы из детского дома Шапогат не только повеселило ребят, но и научило многому важному и интересному. К примеру, тому, что чистка зубов должна происходить минимум два раза в сутки. Сам процесс длится не менее трех минут, а для полноценной очистки полости рта потребуется всего одна горошина пасты. Напомним, что делегация врачей из Южной Кореи прибыла в наш город, чтобы давать бесплатные консультации и оказывать медицинскую помощь. Инициатором таких благотворительных акций стал один из спа-центров и Совет деловых женщин Карагандинской области. Что-то дают это детям? Мне кажется, дают детям. Во-первых, это гости, это общение. Это еще и иностранные гости, которые говорят на другом языке, и детям это интересно в любом случае. Это для них дополнительный повод, наверное, порадоваться и подарки получить тоже. В целом, со стороны корейских специалистов подобный визит первый, хотя ежегодно они навещают различные страны. Акция позволяет обмениваться опытом врачебной практики и изучить инновационные технологии и методики диагностики лечения различных видов заболеваний. Корейские врачи приехали благодаря государственным структурам города Дэгу, Южной Кореи и Управлению туризма. Все расходы по перелету и проживанию они взяли на себя. Я хотел визита, потому что приехали научить детям именно, не только, кажется, вообще в мире. Детям научить, с детства надо охранять здоровье. Мы приехали и собрались в Казахстане, каракандольские дети, и мы хотели научить им тоже, как надо охранять здоровье. Ирина Вабищевич, Диас Нурмуханов, Владимир Иванюк, 5 канал.